В шесть лет завоевывать королевство непросто, но Богдан это делает почти каждый день. Серьезные баталии разворачиваются прямо на шахматных досках. Ловушки противника на каждом шагу. Теперь начинаем вот это обстреливать, вот эту пешку, таким образом. Слон Е5, мощнейший ход. Приходится что делать? Приходится сжиматься, играет ладья Ж8. Посмотри, все фигуры черных здесь собрались, все в обороне, мы атакуем, у нас огромный переезд. Он едва достает до фигур противника. Приходится сидеть на коленках. Однако это не мешает быть лучшим не только среди сверстников. За плечами Богдана более 40 турниров как всероссийского, так и международного уровня. Чемпион России среди спортсменов до шести лет, чемпион Дальнего Востока среди детей до девяти. Его рейтинг составляет порядка 1500 баллов в трех дисциплинах. Это уровень спортсменов старшего возраста. Талант мальчика тренер заметил спустя пару месяцев занятий. Он начал решать задачи очень хорошо шахматные, просчитывать на несколько ходов вперед. Его сверстники не могли такого показать уровня, и дети намного старше него не могли показать тот результат. Ну и уже стало для меня сигналом, что ребенок способный и нужно развивать в нем талант. Не только талантом отличился Богдан, но и недетским подходом к занятиям. Провести три с половиной часа на турнире за игрой для мальчишки не в тягость, а даже в удовольствие. Быть в тонусе помогает специальный талисман. Пишка, конь, слон, ладья, ферзь, король. Ферзь и король – это две самые сильные. Они тебе больше нравятся, да? Да, потому что они самые сильные. Еще год назад он не умел писать, и поэтому мы не могли принимать участие в классических шахматах, там, где требовалась запись. И он очень хотел принимать участие в таких соревнованиях. И мы начали с ним по буковке, по циферке научились. И отсюда потом научился и читать, и писать, все остальное. То есть это очень простимулировало, да. Малыш для меня все равно сильно не поменялось. Поддерживаю его. Просто сейчас ему еще больше моей поддержки требуется. Между детским садом и секцией спортивной гимнастики Богдан продолжает посещать занятия по шахматам пять раз в неделю. Впереди важнейший турнир – первенство России. И тут уж точно нужно просчитать все наперед и быть на коне.